Планируя путешествие в поезде, при покупке или бронировании билета в первую очередь нужно обратить внимание на то, какой тип вагона и класс обслуживания будет предложен. При необходимости можно составить мини-конспект, от этого зависит комфорт во время пути. Первое и одно из основных правил для любого путешественника, опытного или новичка, не опаздывать. Поезд, как и электропоезд, отправляется, как правило, строго по расписанию в установленное время, исключением может быть форс-мажор. Попутчики одного купе представляются друг другу по имени и отчеству. Так гласит этикет, да и во время поездки обращение к соседу по купе по какому-либо вопросу становится менее неловким. Багаж и прочие вещи размещать следует на верхней полке либо в специально отведенном отсеке под нижней полкой. Правила перевоза багажа пассажирами оговаривают преимущественное право для использования в поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади пассажира с нижней полки. Пассажиры с верхних полок имеют право занимать место для сидения на нижних полках в дневное время суток. Открытие и закрытие окон оговаривается между попутчиками. Курение в купе, как и в самом вагоне, строго запрещено. Деньги, нужные документы и прочие особо ценные вещи желательно держать при себе. Громкая музыка, разговоры по телефону или слишком оживленные беседы между попутчиками могут приносить дискомфорт другим пассажирам. Алкогольные напитки употреблять в поезде запрещено. На заметку. Перекус во время дороги можно устроить в вагоне, ресторане или в самом купе. Столик в стандартном купе имеет небольшой размер, поэтому после приема пищи желательно сразу же освободить стол, убрав свои продукты и мусор, если он есть. Сон – это еще один важный этап поездки. Не стоит шуметь во время сна своих попутчиков, громко разговаривать по телефону или слушать музыку, включать свет в купе. Если не спится, можно найти себе более тихое занятие – игры в телефоне, чтение книги. В качестве одежды для сна идеально подойдет пижама. Когда в путешествие отправляется группа людей, знакомых друг с другом, следует обратить внимание, не доставляют ли шумные разговоры и хождение между купе и вагонами неудобства другим пассажирам. О приближении к каждой из остановок предупреждает проводник. На стене вагона возле купе проводника указана схема, плакат, на которой изображены железнодорожный путь с обозначенными местом отправления, остановками во время пути и конечным пунктом прибытия. Чтобы поездка не доставила неприятностей, важно знать правила безопасности в поезде. Их следует соблюдать, будучи на платформе в ожидании поезда. Правила поведения на станции гласят, правила поведения в аэропорту запрещено. Детей оставлять без присмотра взрослых. Прыгать с платформы. Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы. Производить посадку и, или, высадку во время движения поезда. Устраивать любые подвижные игры на платформе. Багаж должен быть упакован в соответствующие сумки, чемоданы, не высыпаться и не торчать из них. Часто багаж кладут на верхние полки вагона, и выпавшие из чемодана тяжелые или с острыми углами вещи могут травмировать, поэтому перевоз багажа должен быть безопасным. Обратите внимание, пассажир в нетрезвом состоянии может быть высажен из поезда. Для этого проводник вызывает транспортную полицию. Если вагон оснащен биотуалетом, его посещение также требует соблюдения некоторых правил безопасности. Среди них, не выбрасывать в туалет бутылки, мусор, посторонние предметы. При движении в крупных городах объявляется санитарная зона, туалеты могут не работать. На время движения в такой зоне санузлы закрывают, обычно это делает младший проводник. В розетке вагонов не стоит подключать электрочайники, кипятильники и прочие электроприборы. Если есть необходимость воспользоваться горячей водой из титана, не следует наливать полную емкость. Поезд может резко дернуться, и есть опасность обжечь себя или кого-либо из пассажиров. В целях безопасности не следует посылать детей за горячей водой. Родитель обязан провести беседу со своим чадом, рассказать о том, как вести себя в поезде и почему нельзя срывать стоп-кран в поезде, зачем посещать туалет в сопровождении взрослых, почему не стоит выходить в тамбур и покидать вагон. Отличным занятием для детей станут настольные игры, раскраска, игра в города. Не стоит забывать, что для детей поездка – событие новое и интересное. Важно, напитки лучше брать в дорогу в пластиковой таре, такой способ более безопасный. Тяжелый багаж лучше размещать в отцеке для багажа внизу, на верхних полках должны находиться более легкие вещи. Избежать травматизма помогут держатели верхних полок, которыми обязательно следует пользоваться во время сна. Взбираться и слазить со второй полки следует по специальной ступеньке. Спускаться на платформу можно только с разрешения проводника. Обратите внимание, любой поезд – электричка, оснащен аптечкой, которая есть у начальника пассажирского поезда и у проводников. После окончания посадки пассажиров и отправления поезда торцевые двери тамбуров по концам состава вагонов должны быть закрыты на замок под специальный ключ. Не стоит пробовать их открывать. Это опасно для жизни. Обратите внимание, провоз крупных собак производится в намордниках и на поводке, пассажиры с животными находятся в отдельном купе. Важно! Все стоп-краны опломбированы, поскольку любой срыв крана протоколируется, по неуважительной причине срыва проводник или пассажир будет оштрафован, а иногда и привлечен к уголовной ответственности. Торможение поезда происходит резко и часто приводит к травматизму людей в вагонах. Правило поведения для пассажиров самолета важно. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за срыв стоп-крана без уважительной причины от 3 до 5 тысяч рублей. Распитие в поезде алкогольных напитков штрафуется от 100 до 300 рублей. Употребление пива – от 500 до 700 рублей, крепких алкогольных напитков. Безбилетный проезд на РЖД, по состоянию на июнь 2018, в электричках штрафуется в 50-кратном размере установленного тарифа перевозки пассажиров на расстояние 10 километров. Безбилетный проезд в поездах дальнего следования, в 5-кратном размере установленного тарифа перевозки пассажиров на расстояние 100 километров. Чтобы дорога была комфортной и безопасной, следует заранее продумать все детали в пути и соблюдать элементарные правила в поезде.